Для этой удивительной игры, которая десятки лет сохраняет популярность в нашей стране, нужны широкий кругозор, начитанность, умение быстро и нестандартно мыслить. Настоящие интеллектуалы, участвующие в играх «Что, где, когда» есть и в Славянском районе. В малом зале городского дома культуры пять команд юношеской лиги приняли участие в полуфинале открытого чемпионата по игре «Что, где, когда». Игре предшествовала серьезная подготовка как со стороны соревнующихся, так и со стороны организаторов. Здесь общение, здесь приходят ребята, не простые ребята, а ребята действительно увлеченные, ребята эрудиты. А лишний раз проверить свои знания – это, знаете, та еще гимнастика для ума, и поэтому эта игра привлекает внимание молодежи. И мы с удовольствием встречаем именно одну вторую финала, потому что вот уже в апреле финал, и здесь, поверьте, сегодня не будет столько много команд, здесь будут самые лучшие. Один из лучших способов, чтобы развить навыки сообразительности эрудиции и коллективной умственной работы – это играть в «Что, где, когда» в команде с красноречивым названием «Вагон идей» из 28-й школы. И есть немало задумок, как хорошо сыграть в любимой игре. В 11-м классе, особенно когда ЕГЭ на носу, «Что, где, когда» помогает расшевелить мозги, когда ты сидишь и решаешь тесты, повторяешь теорию, это помогает немного отвлечься, но в то же время размять мозги. И у нас очень дружная команда. Мы играем вместе уже несколько лет, я уже третий год в команде. И у нас уже сменилось несколько составов, но каждый состав только дружнее предыдущего. Мы все вместе обсуждаем, у нас у каждого есть всегда свои идеи. Команда «Мы из новой», 12-й средней школы, начала выступать совсем недавно, но уже успела зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Это не может быть неинтересно, потому что всегда есть шанс развить себя, посмотреть на логику других команд и понять, на что ты способен проверить свои силы в нестандартном мышлении. Это еще больше подстегивает на реально действительно, как вы выразили, мозговой штурм. И есть больше рвения к победе, как-то настраивать себя на более активную мозговую деятельность и стараться победить. Игра проходила в свободной, раскрепощенной обстановке с элементами импровизации. Ответить на сложный вопрос всего за одну минуту после кратковременного, но продуктивного обсуждения, что может быть интереснее? Впервые был в игре использован черный ящик, что вызвало повышенный интерес у играющих. В черном ящике лежит плод, употребляемый в свежем, сушеном и моченом виде. Этот плод принадлежит растению класса двудольных. Дикие предки его растут на Кавказе и в Средней Азии. И мы сейчас узнаем правильное ответ. Итак, в черном ящике. Я в полуфинале юношеской лиги победила команда Веста из первого лицея. На втором месте знатоки из вагона идей и замыкают тройку призеров ребята команды Мы из новой. В игре высшей лиги первой стала команда Сникерсы, филиала Кубанского госуниверситета. В числе призеров сборные команды Эль и первое место. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.